Сегодня говорим об океане. Красавица Мэрилин рисовала ложную падающую тень от своих ресниц, чтобы визуально удлинить их. Граффический дизайн позволяет нам еще не идти в воздухе. Наша задача вкусно подчеркнуть океан, проявить его там, где он не проявлен. Но сначала узнать, как это делается правильно. Следующую схему я изучила еще в пятом классе художественной школы и пользуюсь ею по сей день. Штука железная работает всегда. Итак, объем рисуется светом и тенью. Со стороны падающего света на объекте формируется самый светлый участок или блик. По мере закругления предмета он погружается в полутон, затем в тень. В зависимости от того, насколько предмет круглеет, дальше мы видим более или менее выраженный рефлекс от окружения, рефлекс от падающей тени и саму падающую тень. Проверим все так. Проверим это со стороны тени, все то же самое. Со стороны света все то же самое. Еще раз схема. Падающий свет, свет, полутон, тень, рефлекс от окружения, рефлекс от падающей тени и сама падающая тень. Это работает одинаково как с ресничкой, так и с кончиком носа, как с плоским листом бумаги, так и с воздушным шариком. Усложним немного. Перед нами цветок, каждый элемент которого имеет свою собственную светотень. Но все вместе они составляют общую объемную массу, на которой падающий свет рисует свет, полутон, тень и рефлекс. Сейчас вы мне не поверите и скажете, что рефлекс темнее тени. Поэтому я беру пробу из середины цветка и снова пробую крайние лепесточки. Как видите, они светлее, чем серединка цветка и темными кажутся просто на контрасте с фоном. Перед вами любимый десерт моей дочери. Посмотрим, как эти знания помогут сделать мне его еще более аппетитным. Для удобства отделим его от фона. Сделаем немного светлее. Итак, вроде бы все при нем, но мы можем сделать его чуть-чуть круглее. Нам нужно убрать рефлекс от падающей тени, так как теперь он у нас летает в воздухе. Уберем его. Усилим свет. Рефлекс. Тень. Падающую тень. Теперь сравним с оригиналом. Ну что же, очень вкусно получилось. А сухая старушка-теория в очередной раз доказала, что она незаменима даже в работе художника. А в следующем видео я бы хотела рассказать, как объем работает с цветом, формой, перспективой. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова